Внесение изменений в Конституцию, расширяющую экономические, гуманитарные и социальные полномочия регионов, могло бы снять напряжение в обществе. Именно в этом путь к единству страны заявил народный депутат Украины Сергей Тегибко. Политик намерен сделать все возможное, чтобы предоставить регионам бюджетную, культурную и кадровую автономию. Жители украинских регионов хотят больше влиять на собственную жизнь, не ожидая указаний из центра. Чтобы прописать децентрализацию в Конституции, необходимо уже сегодня, при участии всех областей, публично обсудить и поставить на голосование в Верховной Раде необходимые изменения в основной закон, считает Сергей Тегибко. По его мнению, такой шаг парламента необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране. Вместе с тем, основной закон нельзя принимать в попыхах, считает Сергей Тегибко. Влада очень серьезно запизняется с теми изменениями в Конституции, которые мы должны внести, чтобы дать больше повноважений регионам. И я считаю, что мы давно уже должны были бы четко выписать формулирование, которое мы должны были бы внести в новую Конституцию, проголосовать его, набрать 300 голосов и сказать, вот так будет точно. По мнению Сергея Тегибко, новая власть повторяет ошибки старой, не прислушиваясь к мнению жителей восточных регионов. Отсюда и народные протесты. Положение, будораживающее общество, нужно выносить на референдум. Речь идет о форме государственного устройства, избираемости губернаторов в государственном языке. Также местные общины должны получить больше экономической независимости, уверен Тегибко. В частности, большая часть налогов должна платиться не по месту регистрации предприятий, а там, где они расположены и работают. Идет разговор, что мы говорим в первую очередь про повноважение экономичное, идет разговор в первую очередь про повноважение гуманитарное, идет разговор про повноважение вырешивать социальные вопросы. Вот это самое главное. В целом же, по словам Тегибко, основной закон должен стать результатом широкого общественного диалога с привлечением всех социальных групп, слоев общества и регионов. Только тогда украинская конституция имеет шанс стать не просто очередной формальностью, но и формой общественного договора, который будут уважать граждане, уверен политик. Право на ошибку мы больше не имеем, считает глава промышленников и предпринимателей Запорожской области Петр Ванат. Политики, которые придут к власти после 25 мая, уже сегодня должны принимать обдуманные и хорошо взвешенные решения. Сегодня главная задача – это сохранить и не нарушить той структуры, которая пока имеется, и сделать все, чтобы не допустить обвала экономики. В противном случае, вы же понимаете, как говорят, догонять всегда сложнее, чем оступиться где-то. Новая конституция Украины, которую должны принять до 25 мая, станет одним из завершающих этапов всех процессов и событий, разворачивающихся в нашей стране, и началом новой истории нашего независимого государства.